На выборы в депутаты Думы Новоурайского городского округа заявился 91 кандидат. Среди них были выдвиженцы от избирательных объединений, партий и граждане, которые воспользовались правом на самовыдвижение. Для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, партийцам необходимо было предоставить в избирательную комиссию финансовый отчет из банка, а самовыдвиженцам подписные листы. Не все с этим справились. Из 91 выдвинутого кандидата зарегистрировано 83. «Отказали в регистрации пяти кандидатам, которые не предоставили в установленный срок документы для регистрации, а также отказали одному кандидату в связи с тем, что он не обладает пассивным избирательным правом». Следующий этап у зарегистрированных кандидатов – это формирование избирательного фонда и активная агитация, встречи с избирателями, размещение печатной агитации. С 12 августа, то есть уже с ближайшей субботы, начнется следующий этап выбранной кампании 2017. «С 12 августа у нас наступит этап агитации в средствах массовой информации. К этому моменту мы должны провести жеребьевку в бесплатной печатной площади в газете «Неева». Каждому кандидату будет предоставлено право на использование печатной площади бесплатно». Немногим больше, чем через месяц. С 10 сентября пройдут сами выборы. В случае, если в единый день голосования вы не сможете прийти на участок, есть несколько механизмов, как можно реализовать свое активное избирательное право и проголосовать за своего кандидата. «Каждый избиратель, который не может прийти на избирательный участок 10 сентября, с 30 августа может прийти на свой избирательный участок, написать нам заявление, получить избирательный бюллетень и проголосовать за депутата Думы Новоуральского городского округа из числа кандидатов, которые по его избирательному округу зарегистрированы». При избрании главы региона досрочное голосование не предусмотрено, но возможность поучаствовать в выборах губернатора Свердловской области есть. «Избиратель, который не может прийти на избирательный участок 10 сентября и проголосовать за губернатора Свердловской области, может прийти уже сейчас в пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии, которая находится в здании администрации, и до 4 сентября подать заявление о голосовании по месту нахождения». Свердловчанин, который не может приехать в день выборов на избирательный участок по адресу своей регистрации, но находится в пределах региона, может обратиться в ту избирательную комиссию, где на данный момент проживает, и подать заявление на голосование по месту пребывания. Заявление можно подать и в многофункциональный центр или на портал государственных услуг. Для уральцев создаются все условия для реализации их законного права избирать депутатов местной думы и губернатора области. Альвина Бабкова, Иван Вахмяков, Объектив, Итогия. – Субтитры создавал DimaTorzok